Далее взглядом обнимаешь, каждый кустик видеть рад, и душой понимаешь, как ты сказочно богат. Одно за другим в этот день звучали стихотворения Евгения Зубова. Желающих почтить память поэта оказалось немало. Встретиться на кладбище решили потому, что именно здесь, в первую годовщину смерти литератора, был представлен его новый сборник времена года. Сборник, который был опубликован посмертно. Готовилась эта книга вместе с ним, составлялась, редактировалась в течение довольно значительного количества времени. Он держал в руках верстку этой книги, а саму книгу ему держать в руках не удалось. Он умер, но верстку он держал. Все как один сожалеют, Евгений Зубов ушел из жизни очень рано. Но при этом поэт оставил в истории своей малой родины значительный след. Стал Есениным Видновского края. Помимо стихотворений, друзья и родные литераторы рассказали теплые истории, связанные с ним. Писал, конечно, медленно. Но сначала даже ошибки делал много. Ошибок делал стилистических, археографических. Потом научился писать, выучился сам. Проверь, я проверял. Все нормально. Я тоже такой же был. Воспоминания только самые светлые, потому что, во-первых, этот человек всегда был праздником, всегда что-то нам рассказывал, стихи читал, какие-то книги новые нам рассказывал. Поэтому, когда я приезжала к бабушке, я его считаю как своим дедушкой, мой дедушка. В завершение встречи друзья и родные поэта возложили к могиле цветы. Здесь присутствовали только те, кто был лично знаком с Евгением Зубовым. Узнать поближе литератора и его творчество все желающие могут в сквере «Юность» на выставке фотографий. Мы рады, что теперь вот нашло выход в выставке фотографий о Евгении Зубове. Потому что одно дело, когда воспринимается на слух, когда читают стихи и прочее. И совсем другое дело, когда люди видят, как выглядел Зубов, в какое время, как выглядел. Конечно, важно, чтобы молодое поколение, подрастающее поколение, чтобы они знали наших поэтов, людей, которые занимаются творчеством. Чтобы они их вдохновляли, мотивировали читать, во-первых, да, в первую очередь, выражать свои мысли красиво, грамотно, правильно. Вот, может быть, самим писать, издавать книги. Экспозицию посвятили юбилею со дня рождения поэта. В марте этого года ему исполнилось бы 80 лет. Увидеть выставку и узнать больше о творчестве Евгения Зубова можно до конца лета.